Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Я вас приветствую, дорогие друзья Исследование аккордом Последний Аккорд А именно, друзья Дерешка Привел Таким вот движением проводим. Вот здесь, что там дает? Мы убираем, можно где-то даете, военно-род, или нет, или какие-то аптинчики. Вот это все. И вот с помощью этого движения. И там еще очень интересный эффект. Чувствую скрыт. А именно верхушечки отполировываются, так сказать, резняться. И получается очень высокая холстаточка. Какой получается эффект. Сейчас я наведу на стеночку. Не так особо, конечно, в этом время проводим на эту стенку. Чтобы мы увидели вот этот, или сейчас там будет втразаться окно другой комнаты. Самый маленький. Наши вариантийственные штукатурки. Тоже очень раз проще, но не очень эффектная штука. Так, еще один момент хотел вам показать, рассказать. Вот здесь угол. Он, конечно, не подсовывается. Сделать красиво. Мы обклеены с инструментами. Не вам показывал головой шпатель. А это можно использовать такую ленточку. И там из прямокамечника. С верхней правоками. Хотя бы у нас там была ленточка. Но когда мы ее снимаем, получается вот такое вот несчастье. Что мы делаем? Мы тоже под низ подклеваем ленту. И проходим потом берем окрытие. Вот получается параллельную малярочку снизу. И вот таким секретным старым мастеру. Какой инструмент, или как универсальный инструмент. Потянули, потом малярочку сняли. И все равно получается. Сейчас мы пошли отдельно ровно. Красота. Вот такая, вот такая ровно солнце. С определенным луном зрением. Смотреть нашу фламанску штату. Тоже очень интересные эффекты получаются. Солнце сейчас. Примерно. Попробую показать. Какая красота получилась. Так. Хотел еще с вами обсудить один момент по поводу нашей ламанской штатурочки. А именно флорентийская. Что здесь можно еще выделить. Что это, по идее, по идее, можно назвать и как Венеция. Вот это наш авторский, нашу авторскую лазурь. Покажет. Прозрачная Венеция. А еще и с перламутром. То есть, если взять аналог. Если взять аналог, то это где-то... Ойкос. 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 Медапарвата. Вот. И вот представьте, что у вас в распоряжении. Медапарвата. В переводе, по-моему, на итальянский. Медапарвата. Это жемчужина. А вот. Значит, что она дает. Я, наверное, ближе вам покажу. Сейчас чуть подставлю и покажу, какие там предназвания получаются, когда мы наносим эту замечательную лазурь. Вот вы видите, да? Область без лазури. И сейчас будет область с лазурькой. Получается, лазурь, она подчеркивает или выделяет рисунок. Раз. То есть, она становится таким более, так сказать, читаемым. Вот. То есть, все наши подходы, все наши движения, все наши мазочки, они здесь видны. Ну и плюс тому, что еще остается у нас, ну, все наши подходы, да? И первый, если вы видели, и второй, и третий. Ну, как защитное покрытие, достаточно крепкое. То есть, нужно более дополнительная крепость. Ну, можно вскрыть это дело воском, как в этом случае мы планируем. или водорастворимыми лаками, там, разведя их, там, с водичкой. Матилюбкой навести, может быть, больше нравится. Я покажу, хотел показать вам, как я делаю авторскую, можно назвать, авторский воск. Это скипело внутрь, как-то оно больше понравится. Ну и что мы? Взяли воск, да? Иркомовский для Венеции. Там такое, как мы говорим, жидкое, ну, горное мыло. Вот, водорастворимые. Взяли композитовский, да, композитовский пороленку. Вот такая красивая пороленка. Так. Взяли андомиксовский, такое серебро, лучи. Такое. Такое. И взяли... Взяли... Бабуковый паросток, я тоже ее в Комовске. Декоративную украску. Перламутр в цвете, да, был в таком фисташке. Значит, что мы сделали? Мы смешали лучи с перламутром, да, то есть серебро смешались, да, с пороленкой, с перламутровой краской. Получилось где-то один к одному. Вот такая у нас получилась красота. И плюс добавили еще бузочек. Что дальше? Бузок, бамбук. Вот. И что мы делаем теперь с воском? То есть я хотел сделать сначала на авторской лазури, но хозяйка попросила, чтобы там был у меня воск. Вот. Поэтому как наполнителем, да, у нас послужит... Ну и чтобы она стала более прозрачная, послужит нам... Ну не такая кровища, а полукровища, да. Послужит нам воск. Значит, что здесь нужно учитывать? У них получается разная плотность. Вот если я сейчас сюда кину, да, то просто и начну размешивать дрелью, то получится такими шариками. Возьмется. То есть неравномерно. Ну не растворится он так, как хотелось бы. Вот. Поэтому мы равномерно... Ну я взял отдельную емкость и положил сюда немного перламутра. и сейчас я сделаю его более-менее такой вот. Чтобы он был подходил по густоте, наверное, да, по плотности к нашему перламутру. Ну а потом дрелька еще раз замешаем. То есть расход материала, ну, я думаю, был достаточно маленький. Вот. То есть оно должно вот этого хватить, сколько-то может. Полтора литра, может даже литра материала. Значит, вчера мы его вскрыли авторской лазурькой с перламутром. Я стены не грунтовал. Ну, поленовався. У нас тут есть кое-какие, пожалуй, замечания. А именно... Сейчас я вам попробую показать. Такие переходы, наверное, можно так назвать. Сейчас опущу ниже. Поставлю ближе. Быстро видно ли. Ну, должно быть видно. Вот здесь такой переход. Ну и там по стенке есть койки. Еще переходики. Ну и вот оно, когда высохло, тоже здесь есть такие... Вот такое получилось. Видно. Вот так будет быть не видно. Ну, во всяком случае, есть у меня желание еще раз его скрыть. Вазутка или перламутром облазка. Хуже вот этого не будет. Удобавится еще, так сказать, колоритика. Так что не причете, стоите с нами, далее будем. Так, это я обещал вам показать, как смешиваются для флорентийской штукатурочки цвета. Значит, здесь у нас один, можно сказать, один цвет, только тона. Да, здесь темнее, это светлее. То есть это оливка, фисташка, по-моему. А, и желтый. Да, здесь охра тоже присутствует. И теперь что мы делаем. Мы их ложим. Вот смотрите, как я их ложу. Один, другой. И перемешиваем. Как я уже сказал, получается такой микс. Вот этот микс я провожу потом уже. Вожу на стену. Значит, по технике, уже повторюсь. Здесь, похоже, флорентийка на фламандскую, да. Технике Маракеш, по нанесению. Единственное, что мы здесь вот пошли чуть дальше, это смешали все цвета. Ну, по-моему, две палитры в одну. На весенние, да, мы прошли. Вот я показывал, да, островками. Потом эти островки мы между собою соединяем. Какая может быть ошибка для начинающих? Ну, или те, которые только начинают осваивать эту технику. Они хотят сразу же добиться результата, да, с первого подхода. Ну, это даже для подготовленных, для профессионалов это не представляет возможности. То есть только благодаря нескольким подходам можно достигнуть этого эффекта. Вот первый слой, второй, ну, второй подход, третий. То есть и стенка начнет вам показывать, куда положить материал, где его снимать. Так что, ребята, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. С вами был Олег Антонов. Дали буду. Пока. Пока. Пока.